Друзья, добрый день! Это Диктатура Закона, меня зовут Джасулан, это Кайрат. И сегодня по вашим просьбам мы расскажем вам о проблемных кредитах, о просрочках и процентах, которые могут быть начислены искусственно. А также расскажем вам, кто такие коллекторы и все то, что с этим связано. Наверное, не зря за последнее время к нам обратилось немало наших сограждан с вопросами и проблемами, связанными с банковскими займами и другими микрофинансовыми организациями. Да, действительно, данная тема набирает популярность. И сегодня мы, чтобы никто вас больше не смог запутать, разберем из позиции закона простую ситуацию, которая может произойти с любым простым клиентом банка. Итак, поехали! Нередки случаи с просрочкой банковского займа. И уж тем более нередки случаи, когда банк реорганизуется, происходит его ликвидация банкротства. И когда один банк поглощает другой банк. Вследствие чего сумма задолженности по кредитному договору переходит к новому правоприемнику. Вместе с тем имеет место быть, когда банк продает долг третьему лицу. И это третье лицо приступает к взысканию задолженности спустя один, два, три и того более лет. Именно в такой ситуации заемщик, снимая заработные карточки, свои кровные, может недосчитаться половиной своих денег. Иногда вообще вся заработная плата уходит на погашение старого кредита. Что делать в такой ситуации? Первое, что необходимо вам сделать, это нужно выяснить, какой документ явился основанием для такого удержания. Для этого вы обращаетесь в банк, где получаете заработную плату. И выясняете, какой документ явился таким основанием. Это может быть инкассовое распоряжение, и это может быть постановление частного судебного исполнителя об обращении взысканий на заработную плату. Узнали своего частного судебного исполнителя, бегом к нему. Когда вы ознакомились с документами, а вы имеете на это право. Первое, значит, если взыскали всю заработную плату, пенсию, алименты, пособия и другие суммы, с письменным заявлением потребуйте возврата незаконно удержанных сумм. Второе, примите решение, согласны ли вы с суммой взысканий. Если не согласны, то обжалуем решение суда или исполнительную надпись Натальиус. А для этого, друзья, вам необходимо в первом случае обратиться с возражением о несогласии с судебным решением в тот суд, который его вынес. При условии, если оно рассмотрено в порядке упрощенного письменного производства, как это бывает зачастую. Во втором случае вы обращаетесь с возражением на имя и адрес Натальиуса, который произвел исполнительную надпись. Во всяком случае, данная задолженность будет взыскана по правилам гражданского судопроизводства, но с учетом ваших прав и законных интересов. Хотелось бы остановиться и предупредить наших сограждан, что коллекторы имеют право звонить вам и сообщать о наличии задолженности. При этом ни в коем случае они не вправе угрожать, оказывать давление и вводить вас в заблуждение путем обмана. Деятельность коллекторского агентства направлена 1. На досудебное взыскание, а это значит принятие тех или иных мер и выполнение действий до обращения в суд. 2. Урегулирование споров, а это значит принятие мер и внесение предложений, направленных на разрешение спора миром. 3. Сбор информации, а именно сбор сведений, касающегося должника и третьих лиц, связанных с договором банковского займа. В такие сведения будут входить контакты, место проживания, место работы и так далее. И, друзья, хотелось бы обратить ваше внимание также, что коллекторы не имеют права начислять вам ни процентов, ни штрафов, ни пени. Коллекторы вообще не имеют права у вас удерживать какие-либо деньги. Коллекторы не имеют права получать от вас как наличные, так и безналичные деньги. Это регламентировано положением статьи 5 Закона Республики Казахстан о коллекторской деятельности. Погашение вашей задолженности через коллекторов происходит строго в тот банк, где получен кредит. Это, пожалуй, друзья, самое главное отличие частного судебного и функции от коллектора. Это два разных лица с разными полномочиями и функциями. И их совместная деятельность по одному и тому же кредиту строго запрещена законом. Есть еще и третье лицо, в коем может выступить товарищество с ограниченной ответственностью, которое в силу положения норм гражданского законодательства выкупило ваш долг. В этом случае у ТОО нет лицензии, но есть права обратиться к вам с письменной досудебной претензией для того, чтобы взыскать эту задолженность. Свои права он реализует либо через суд, либо через нотариус посредством работы частного судебного исполнителя. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Надеемся, что информация, которая была вам сегодня разъяснена, была для вас полезной. Подписывайтесь на этот канал. Это диктатура закона и мы разъясняем вам ваши права. С вами был Илья Жасулан. Хайрат. Пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok